Боже мой, постановка в необычном жанре. Комедия, мистический триллер. Когда по сюжету Бог приходит на прием к психотерапевту, согласитесь, нужно искать новые формы. В своей пьесе израильский драматург Анат Гофф задается фундаментальными вопросами. Этот текст, он написан настолько современным языком, и он затрагивает настолько современные вопросы, поднимает их, поднимает, во-первых, вопрос отношения современного человека к вере в Бога. И отношения современного человека к тому, что происходит вокруг него. Философия, интеллектуальный юмор, парадоксальные ситуации. Пациент, который просит называть себя просто Б, уверяет, что на следующей неделе ему исполнится 5785 лет. По профессии он творец, довольно известный. На вопросы о родителях дает невразумительные ответы. Сирота от рождения, который никогда не получал психологическую помощь. И это сильно мешает терапии. Раз нет матери, кого же обвинять во всем том, что пациент натворил. Идея этого пространства родилась у режиссера, когда он увидел в сети фотографии сгоревшего театрального зала. Атмосфера отчаяния, в котором все же есть место надежде. В ходе сеанса выясняется, что Бог давно и серьезно болен. Последние две-две с половиной тысячи лет он в депрессии. В работе над образом Бога актер Дмитрий Уросов руководствовался принципом «Мы созданы по его образу и подобию». В этой логике искал ответ на вопрос, какие у Бога проблемы, какая боль. Я черпал все из самого себя. Поэтому в первом моем монологе я и говорю, что, а что, вот мне досталась такая роль. Такие руки, ноги, лысые. Так создал меня Бог. А я его творение. Бог заявляет, я так больше не могу. Он хочет умереть. А в его случае это окончательный конец истории. Но одной женщине удается спасти мир. А кто, если не женщина? Мне кажется, в нынешнее время, да и может быть вообще в любое время, женщина способна спасти мир. Мне кажется, да. Мне кажется, обязательно это может быть женщина. С большим сердцем, с верой. Создатели спектакля объясняют. Это постановка о вере в то, что все равно нас ждут лучшие времена. Раз Бог изменился, значит и мы тоже сможем. Яна Музыка, Александр Садольский. Новости культуры.